Так, все, началась наша запись. Значит, все те, кто не хочет, чтобы их видели, прячутся. Все те, кто хочет, чтобы их видели, остаются. Хорошо. Игорь, вот не могли бы вы нам рассказать нам и нашим зрителям о том, что вы делаете и в каком направлении вы сейчас работаете? Самое главное направление сейчас это восстановление верховенства права не только в Белоруссии, но и в странах Восточного партнерства. Это связано с тем, что в совместную декларацию по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства пошло мое предложение о присоединении стран-партнеров к Европейской декларации по электронному правительству. Есть такого рода программа и НИОН. Участниками программы являются страны ЕС, кандидаты ЕС и участники зоны свободной торговли. Это давало бы нам возможность проводить институциональные реформы в странах Восточного партнерства. Но самое важное то, что мы с Украиной имеем приоритет в том плане, что в отношении нас, нашим странам предоставлены гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. А эти гарантии основаны на принципах ОБСЕ. То есть в отношении нас, США, Великобритания, Россия, а далее Франция и Китай, присоединяясь дипломатическими нотами, они взяли на себя обязательство, что в отношении наших стран будут действовать эти принципы. Но, как видим, по Украине они не действуют. Крым включен в состав России незаконно. И мы в союзном государстве вопреки нашей воле. То есть это подписано было без такого рода воли и изъявления на белорусах. Поэтому для нас важно в этом плане сейчас ввести работу институциональной реформы. И вот тема преступлений, которые сейчас совершаются против человечества у нас в Белоруссии, они являются предметом рассмотрения номер один. Потому что само присоединение, это верховенство права, подразумевается достижение реабилитации в институции иллюстрации. То есть если сейчас существуют эти преступления, а о них уже было заявлено на высокой трибуне Совета безопасности 4 сентября. Вы помните, выступала Светлана Тихановская, а зам председателя правооборонщего центра «Весна» Валентин Тиханович заявил, что есть свидетельства о преступлениях против человечества. Но так как у нас в Белоруссии ни единого уголовного дела не возбуждено, и вряд ли эти дела будут возбуждаться, то у нас один вариант – это Международный уголовный суд ГАГИ. Два направления. Вот сейчас я со специалистом по Украине обсудил. Будем с ними взаимодействовать, опыт перенимать. Два направления. Это первое – при поддержке стран-гарантов США и Великобритании инициировать принятие специальной резолюции в Совете безопасности ООН, которая дала бы возможность возбудить прокурору уголовное дело в Международном уголовном суде. А второе направление – это то, что инициировали белорусы Канады. Это прямое направление обращения к прокурору в Международный уголовный суд с просьбой возбудить дело. Да, прокурор может по своей инициативе возбудить, но нам крайне важно сейчас предоставить вместе с петицией, которая направлена, тот контекст, в котором сейчас происходят эти преступления. То есть, если в 1996 году произошел захват власти, то он сейчас удерживается путем преступлений. И тем более, когда вначале эти преступления против человечества были единичные, и, по сути дела, ну, тайные, я имею в виду похищения и внесудебные казни Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завасова, то сейчас эти преступления стали массовыми. И сейчас уже это проблема для всего международного сообщества. И в этом плане у нас будет должная поддержка. Поэтому мы предлагаем дополнить второе направление, которое ведут Белорусы к Канаде, тем контекстом, который мы имеем здесь, в Белоруссии. То есть, по моей инициативе были направлены обращения парламент, так называемую Палату представителей Национального собрания, а с тем, чтобы начать процедуру в отношении Александра Лукашенко по 88-й статье Конституции. Смещение с поста президента на основании совершения им тяжких уголовных преступлений. Это 356-я статья «Государственная измена», 357-я часть 3 «Захват власти, выдержание сопряжённых с убийствами людей». И после событий 9 августа это «Преступление против безопасности человечества». Вот эти направления мы сейчас ведём, но для нас очень важно взаимодействие диаспора, потому что наша задача сейчас совместно усилиями всех белорусов, как внутри страны, так и за рубежом, вести координированную работу по преодолению виктимизации в Беларуси, превращении граждан в жертв. И здесь очень важно то, чтобы эти акции были скоординированы, проводились вместе по всем странам во взаимоотношении диаспора с правительствами, в странах, где они сейчас находятся, где живут. Вот вкратце. Спасибо большое. Мне бы хотелось ещё задать такой вопрос. А в чём будут заключаться наши действия? Почему так важна именно наша координация? Ну, наши действия должны сопровождаться в каком плане? Допустим, в Совете Безопасности ООН есть страны, которые являются гарантами безопасности Беларуси. Это США, Великобритания и Франция. Франция отдельно с Китаем, я, как и говорил, присоединилась к Будапештскому меморандуму. Проблема с Россией, которая постоянно на такого рода высоком уровне инициирует, накладывает вето на решение. Тем не менее, мы должны показать то, что эти гарантии по Будапештскому меморандуму это не просто о территориальной целостности и либо суверенитете Украины и Белоруссии. Это поддержка режимов безопасности, как ядерного нераспространения, так и безопасности в регионе ОБСЕ. Поэтому для нас крайне важна работа в плане восстановления системы безопасности в регионе ОБСЕ. Вот эта координация должна быть со странами, членами, участниками этой организации. Я имею в виду с диаспорой. Спасибо большое. А вот какие на ближайшее время вообще планируются акции в этом направлении? Вот с вашей стороны, что вы готовите прямо сейчас? Ну, в первую очередь, для нас, конечно, важно дать информацию, в каком направлении мы должны работать, чтобы наши белорусы по всему миру знали, что взаимодействие не только в плане проведения акций, уличных акций, но и согласованных, скоординированных действий в рамках обращения в международные организации, обращения в правительство и, таким образом, восстановления Белоруссии на верховенство права. Так, то есть, насколько я понимаю, мы должны как бы одновременно подавать какие-то письма или общаться с нашими местными властями, напоминая им о том, что они участвуют в этом договоре. Да, да, да. Да, совершенно верно. К примеру, вот Англия, Великобритания. Никто, ни Великобритания, ни США, не отказываются от гарантии безопасности по Бадапештскому эмиранду. Но проблема в том, что вот что Украина, что Беларусь, они сами своими действиями привели к тому, что эти гарантии не действуют. Ну, к примеру... Прошу прощения, какие именно действия? То есть, я хочу перейти уже к каким-то иллюстрациям того, что случилось, почему вдруг перестают действовать международные гарантии, хотя, в общем-то, заключены были договора достаточно давно. А потому, что вот Украина в свое время, в 2014 году, заключила Минские соглашения в ущерб гарантиям по безопасности по Бадапештскому эмиранду. То есть, вы знаете, что Минскими соглашениями Крым выведен за скоб. В отношении нас в 1996 году, напомню, было перед тем, как проводить референдум 24 ноября 1996 года, сюда на помощь Лукашенко в Беларусь прилетела делегация Селезнев, строив Черномырдию. И под их контролем было подписано соглашение об общественно-политической ситуации и конституционной реформе в Республике Беларусь. Тем самым, была устранена угроза проведения импичмента Лукашенко. А он, в свою очередь, наплевал на это соглашение и через два дня провел референдум. Так вот, если мы сейчас руководствуемся Конституцией 1996 года, хотя есть заключение специальной комиссии Верховного Совета 13-го созыва под руководством Виктора Гончара, что Конституция 1996 года – это захват власти. И вот само, если мы руководствуемся такими документами, как это соглашение, эта Конституция, то тем самым мы отказываемся от гарантии безопасности по Будапештскому эмиранду. Почему я постоянно и призываю стоять на позициях Конституции 1994 года? Потому что минскими соглашениями в случае в Украине и в нашем случае вот этого соглашения Россия подчинила своим интересам реализацию прав, присущим правам наших государств, как суверенных держав. А согласно 12-й резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года, мы не можем взывать гарантом, если мы таким образом показываем, что мы смирились с нарушениями, которые в отношении нас и произошли. Так, хорошо. А каким же образом мы можем вернуться в то правовое право 1996 года? Ведь сейчас уже 2020. Как мы сделаем вот этот вот, так сказать, отход назад на позиции Конституции 1994 года? Возможно ли это? Мы стоим на позиции Конституции 1994 года тем, что предъявляем Лукашенко на основании вот этого заключения Виктора Гончара захват власти неконституционным путем, которое сопряжено с массой преступлений, в том числе и преступлений против человечества. Поэтому я и предлагаю вот ту пистицию и то обращение, которое послали белорусы и Канады, дополнить вот этим контекстом. Мы стоим на позиции 1994 года. Лукашенко не то, что он пробел инаугурацию тайную незаконен, нет. Он преступник на основании вот этого заключения. А вот еще тогда такой вопрос. То есть, если он преступник, я думаю, что все с этим согласны. И наши дружественные, в общем-то, страны, и те страны, где мы живем, все считают его преступником. И большинство людей в Белоруссии считают его преступником. Можно ли будет его как преступника арестовать? Ну, сейчас самое важное инициировать суд. Потому что, если мы не поднимаем эту тему, то он априори становится, ну, он имеет притязание на власть. Я хочу сказать, что главная проблема состоялась в Белоруссии 9 сентября 2001 года. Это были проведены первые выборы по Конституции 1996 года. И этим самым был перечеркнут принцип равенства всех перед законом. С одной стороны, вот есть заключение Гончара. А с другой стороны, невзирая на это, человека, который приступил в уголовный закон, позволяет участвовать в выборах и дальше. Тем самым, белорусы дали ему карт-бланш на постоянное нахождение власти и проведение вот этих репрессий. Поэтому очень важно. 1994 год. Хорошо. А вот то, что, ну, слушая то, что вы говорите, то есть, 1996 год, вот мы, так сказать, сделали вот эту вот ошибку. А потом, 9 сентября 2001 года, мы все-таки провели вот эти вот выборы и как бы, ну, дали всем понять, что нас устраивает то, что незаконие творится в стране. И мы как бы вот с этим смирились. А как мы сейчас... Ну, вообще-то мы с этим не смирились, потому что выборы 2001 года прошли с такими же нарушениями, как и сейчас. Но это было, скажем, покрыто мраком. И вот после выборов 2001 года я как раз и живу в Люксембурге, простите. Это ремарка, извиняюсь. Хорошо. Я просто хочу понять, насколько в правовом поле все это действительно можно реализовать и насколько все это... Ну, оно достаточно долгая, в общем-то, проблема. И насколько все это можно вот сейчас реализовать? Какие у нас вообще шансы? Вот то направление, которое я сейчас веду, в рамках интеграции в единоцифровый рынок Европы, реализация дорожной карты и Беларусь плюс и Унион, и предусматривает рассмотрение с самого начала, откуда пошло вот это все нарушение. Потому что для нас, для того, чтобы интегрироваться в цифровой рынок, нам необходимо решить главную проблему – ликвидацию цифрового разрыва. А это значит, что мы должны провести, показать институциональные реформы. Где пошла у нас проблема? 96-й год. Что нам необходимо делать? Остранять Лукашенко от власти на основании 88-й статьи Конституции. То есть вот сама дорожная карта и Беларусь плюс Унион дает основание пересмотра всех событий, которые с тех пор у нас произошли. Иначе мы будем пешками в игре углубленной интеграции в рамках союзного государства. То есть нашу судьбу будут решать два человека. Путин и Лукашенко. Так. Да, хорошо. Но это огромный титанический труд, за который вы взялись. То есть я себе могу представить размеры этого дела, потому что это, наверное, тома. И ведь совершены были преступления на протяжении, в общем-то, жизни целого поколения. Это очень много. Как вот это разбирательство вам кажется? То есть кто за него возьмется? И возможно ли это? То есть в этом, видимо, проблема, да? Ну, само собой, в первую очередь, это наша проблема. Наша внутренняя, потому что, опять-таки, мы должны сделать все, чтобы прекратились эти жертвы. Чтобы освобождение полизаключенных было не просто, как набор каких-то требований, а чтобы это было уже требование мирового сообщества. И мы здесь должны просто показать, почему нарушения Беларуси, и как они влияют на систему безопасности в целом в регионе ОБСЕ. Я просто хочу заметить, что когда 5 декабря 1994 года в Будапеште на саммите ОБСЕ был подписан Будапештский меморандум, по сути, этот саммит, он стал... была подведена черта под холодной войной. была принята резолюция, декларация на пути к подлинному партнерству новую эпоху. И в эту декларацию вошел кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности, где статья 17-я гласит, нарушение прав и свобод человека является основным источником напряженности в Европе. То есть вот нарушения Беларуси должны рассматриваться в контексте всего региона ОБСЕ. И в этом плане мы уже будем смотреть, кто за что отвечает, если Великобритания взяла на себя обязательства по Будапештскому меморандуму, то мы будем рекомендовать диаспоре Великобритании бомбить правительство этой страны, напоминать о гарантиях, то же самое США. И тем самым нам необходимо поднимать общественный резонанс в этих странах. Франция. Очень-очень хорошо, что вы поднимаете этот вопрос. А есть, то есть, вот те документы, которые вы готовите, письма, которые вы составляете, это как бы вот и есть начало этого напоминания, которым мы, в общем-то, должны, конечно же, заняться сейчас здесь. Конечно, безусловно. Просто до какой-то, до поры до времени, вот до 9 августа, белорусы, которые разбросаны по всему миру, ну, в основном занимались, конечно, проблемой культуры, языка, ну, несли, сохраняли свою идентичность. Но сейчас уже, когда в Беларуси творятся такие преступления, то тут уже надо включаться вот в эту совместную работу, чтобы назад вернуть Беларусь в систему международного права, которую ее вывели в 96-м году совместно с вмешательством во внутренние дела Беларуси Российской Федерации. Спасибо. Я хотела бы вернуться в 96-й год с теми мозгами, которые у меня есть сейчас. Я думаю, что тогда большинство людей совершенно не понимало, на что они себя обрекают. И если мы сможем вернуться туда, это будет колоссальная победа. Победа разума. Конечно, конечно. Мы уже вернулись, мы уже запустили этот механизм. Нам необходимо просто расширять информацию и вовлекать в этот процесс новых-новых людей, как здесь, в Беларуси, так и за рубежом. Вот, к примеру, у нас в Беларуси здесь социал-демократы поднимают, вот начиная с города Борисова, где я сам нахожусь, вот подняли тему, предложили нашим депутатам, у нас два депутата от города и района в парламенте. Вместо инаугурации проводите смещение Лукашенко. Вот конкретные факты. Но они, ссылаясь на такого рода политико-конституционное заключение, вот 25 августа Конституционный суд принял такого рода заключение, что вроде все нормально, 9 августа прошло свободное воле и заявление, а такие структуры, как Корниционный совет, они неконституционны, поэтому Следственный комитет ПАС возбуждает уголовные дела. То есть, они сейчас подводят все эти заключения под легитимность Лукашенко. Но мы же все знаем, что Лукашенко совершенно нелегитимен, то есть, они создают свой новый свод законов, нелегитимные законы для нелегитимного президента. Наша задача с этими законами, конечно же, не принимать эти законы. Вот, а в этом плане тогда мы и говорим, что вы, депутаты, раз не принимаете наши правовые доводы, заключения, вы становитесь соучастниками преступления, которые сейчас совершает режим о главе с Лукашенко. И вот с этого момента мы можем спокойно заносить 110 депутатов парламента в санкционный список. Для нас я хочу очень важную мысль в этом плане, чтобы я дошла. Санкционные списки должны делать не Запад, а белорусы на основании тех правовых норм и актов, которые нарушены здесь, в Белоруссии. И вот сейчас, если мы таким образом начинаем формировать этот список, то это гарантия того, что эти списки, эти санкции не будут сниматься, как в случае после 2010 года, когда прошли выборы, приняли санкции, но из-за того, что Минск стал переговорной площадкой по Украине, эти санкции убрали. Понятно. То есть, сейчас мы говорим о том, что события на Украине подтолкнули в общем-то Европу к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к Лукашенко, поскольку он на тот момент уже нелегитимно находился к власти с 1996 года, а это очень долго, просто решить, что раз с этим все согласны, ну хорошо, значит и мы с этим согласимся. Теперь нужно объяснить, что мы не согласны. Да, да, да. И сейчас очень важно это не просто говорить, там мы не согласны, мы не согласны, а просто говорить о том, что вот есть конкретная уже работа, конкретное обязательство вот в рамках совместной декларации по цифровой экономике, что мы должны интегрироваться в европейский цифровой рынок, то, что вот Литва инициативу подняла создание общеэкономического пространства. То есть эти правовые оценки должны быть прикреплены конкретными нашими действиями и инициативами из Беларуси. Поэтому для меня крайне важно, чтобы сейчас Светлана Тихановская, которую признал Европейский парламент как лидера белорусского народа после девятого во главе с Координационным Советом, начала уже заключать что-то от имени Республики Беларусь. И вот мое предложение заключать соглашение с участниками программы ИНИОН. Это страны и есть, кандидаты, участники свободной зоны. То есть она бы не ездила просто с темой переговоров. Переговоры никто, Лукашенко как преступник не будет вести никакие переговоры. А именно заключение соглашения и для того, чтобы мы могли бы уже использовать административный ресурс этих стран в своих интересах. Так, я сейчас задам еще один вопрос. То есть по какой вы сказали программе? То есть ОБСЕ это одна как бы правовая... Да, Будапештский меморандум это номер один сейчас. То есть Будапештский меморандум он все еще в силе, да? Конечно, конечно. Этот меморандум он зарегистрировал в зарегистрированной системе ООН. как документ, который, по сути дела, поддерживает систему ядерного нераспространения. И для нас очень важно апеллировать к этому документу. Я знакомый в хороших отношениях с автором идеи Будапештского меморандума Павла Жавниренко этого украинец. И, по сути дела, он инициировал получение украинной гарантии в обмен на отказ от ядерного оружия. Мы получили это автоматом Беларусь и Казахстан. Но сейчас как это реализуется, он смотрит на примере нашей работы. Я уже слышала, что этот вопрос поднимался по Крыму. Я слышала, как этот вопрос поднимался по Крыму. Я слышала недовольство украинской диаспоры и того, что в тот момент они поняли, что все эти соглашения не действуют. Хотя резонанс в обществе был довольно мощный. В чем заключается наша позиция? Почему мы думаем, что мы все-таки сможем работать в этом направлении? Ну, повторюсь. первое. Позиция, что не сработал Будапештский меморандум, она с одной стороны ошибочна из-за того, что в Украине думали, что это о территориальной целостности самой Украины. И в тот же момент они подписывают Минское соглашение, которое Крым выводит за скобки. То есть, по сути дела, они сами отказываются от Будапештского меморандума. Но если мы говорим о том, что этими документами Украина-Беларусь на принципах УБСЕ увязало существование режима безопасности ядерного нераспространения и системы безопасности ООН с осуществлением своих прав, как суверенных государств, то тут совсем другое. То есть, мы должны выходить на уровень Совета безопасности по теме Лукашенко и говорить, что на сегодняшний момент, из-за того, что он является ставленником России, союзным государством он защищен, мы не можем говорить о том, что на сегодняшний момент защищена и действует система безопасности в регионе ОБСЕР. То есть, мы должны апеллировать предметом ставить не территориальные наши целности, а системы безопасности, которыми регулируют этот документ. очень интересный вопрос, потому что это говорит о том, что в Европе система ядерной безопасности в данный момент не работает, да? Ну да, потому что вот сейчас у меня отличное отношение с крымско-татарскими лидерами, Чубаров, они, это председатель Минжиниса Крымско-татарского, они говорят уже то, что в Крыму завезено ядерное оружие. Это интересно, мы об этом не знали. Да, восстановлены шахты, которые существовали там, и все, то есть они, Россия повышает ставки, в том плане, если вы будете бороться за Крым, то вы будете иметь дело с ядерным оружием. Ну, а я хочу добавить, уже с Кремля прозвучало, что в рамках союзного государства Беларусь защищена российским ядерным зонтиком. Вот. Ну, я знаю, что этот договор о ядерном оружии, он был подписан, по-моему, еще в 91-м году, что-то вот такое мне приходит на ум, и тогда и Беларусь, и Украина как бы вверила Россия свой ядерный потенциал. Мы отказались от ядерного оружия на основании постановления Верховного Совета, которое подписал Шушкевич в 93-м году, а Украина приняла закон, что она отказывается от ядерного оружия, если ей предоставят гарантии безопасности. Это было подписано 18-го ноября 94-го года, и буквально не прошлое месяце, как в Будапеште эти гарантии были предоставлены. Так, То есть, теперь понятно, почему Лукашенко так против возвращения к этим гарантиям и к этому государству и, так сказать, к тем временам 94-го года. Вера, так я хочу сказать, что он сам собственноручно подписывал Будапештский меморандум. Понятно. То есть, а это хорошо, что он сам это подписывал? Ну, это усугубляет его вину. То есть, по сути дела, он поставил подпись в интересах безопасности Белоруссии, но не прошло и полгода, как он провел первые референдум 14 мая 95-го года, где утвердил курс на интеграцию с Россией и поменял символы наши исторические на бывшие Советские. Вот этим самым он перечеркнул все эти гарантии. Ну, я вам скажу, что я понимаю, что Лукашенко на самом деле взял курс тогда на Советский Союз и как можно в большей мере этот Советский Союз начал восстанавливать и многое ему удалось и как ни странно, ну, мне кажется, многие успехи, которые кажутся успехами Лукашенко, на самом деле были успехами не Лукашенко, а успехами людей, которые просто работали и были достигнуты вопреки всем стараниям Лукашенко, потому что он сам, конечно же, ничего сделать не может. и мне бы хотелось понять, как мы можем задействовать вот тех людей, которые, в общем-то, работают в аппарате, но которые работают не на благо Лукашенко, а все-таки на благо своего народа. Можем ли мы так сделать? Да, конечно, если мы на сегодняшний момент покажем вот тот уровень, который мы поднимаем во взаимодействии с Западом, с международными структурами, опираясь на те обязательства, которые на Беларусь возложены, начиная от устава ООН, Кельцинского заключительного акта, вот совместная декларация по цифровой экономике, что я веду. Если мы это все начнем поднимать и грамотно вести работу, уверяю вас, номенклатура сто раз подумает что-то делать в поддержку его, его власти, его режима. То есть на сегодняшний момент не только же вы видите людей в тюрьмах уничтожают, те, которые родители участвуют в митингах, школы, вот эти соц. обеспечения, стараются изымать детей, устраивать приюты. То есть это тоже репрессии своего рода? Мне кажется, что мы уже в Беларуси скатываемся не только к репрессиям, мы просто скатываемся уже к инквизиции, я бы сказала. И действия аппарата Лукашенко на сегодняшний день все больше и больше напоминают действия ИГИЛ. У них нету религиозных оснований, но у них есть все те механизмы, которые использует бандитское руководство ИГИЛ, например. Поэтому, конечно же, нужно что-то делать и я вам скажу, что все то, что вы мне пришлете, все письма, я, конечно же, их все почитаю и выложу, выложу, наверное, на канал, чтобы люди с ними ознакомились. Насколько это безопасно для вас? Ну, я, ну, с одной стороны, если так, гипотетически подходить, Виктора Гончарова уничтожили за три дня до принятия заключения по постановлению Верховного Совета по его заключению. Его именно уничтожили, чтобы не было принято постановление. Оно у меня в Фейсбуке, вот это фото, как обложка вот моего аккаунта, что Верховный Совет рассмотрел вот итоги, вывода этого заключения и подтверждает, что Лукашенко совершил захват власти. А это длящиеся во времени преступления. Поэтому с одной стороны, конечно, меня могут в любой момент цепнуть мне по голове. Но с другой стороны, мне нужно двигаться и работать, то есть использовать это заключение в нашей борьбе. цифровой рынок. я просто хочу, чтобы все это как-то, вы нам переслали все документы как можно быстрее, чтобы у нас они были или был какой-то share drive, потому что все это можно использовать, не надо никаких почтовых голубей. уже да, да, конечно, конечно. Ну и с другой стороны, вот сама моя позиция уже в рамках интеграции в цифровой рынок, то есть я уже координатор по всем шести странам. Это дает уже тоже мне своего рода какого-то рода гарантии безопасности. Хорошо, а вот по цифровому рынку расскажите нам, пожалуйста, каких успехов уже добились в этом направлении? Я вот благодарен Михаилу Кучерову, я думаю, пару слов тоже скажет. Мы вместе с ним и вот как раз в Брюсселе познакомились, когда шло формирование совместной декларации по цифровой экономике. Это инициатива наша, белорусская. Инициатором стал Инфопарк, это ассоциация IT. Прибалтийские ассоциации, по сути дела, они это все формировали, а я участвовал как представитель форума гражданского общества восточного партнерства. И постоянно на министерских встречах, где шло обсуждение, я постоянно говорил, что впереди гармонизация цифровых рынков должна идти гармонизация институциональных систем. И вот мое предложение было воспринято, включено, и потом уже через буквально месяц я прилетал на утверждение этой декларации в Люксембург, где вот в Люксембурге с Михаилом мы более тесно познакомились. Я ему отвез несколько белочеренно-белых стягов, для того, чтобы у него была в этом плане память о родине. И дальше мы начали вот это взаимодействие. По сути дела, почему от Люксембурга пошла координация этой всей работы? Ну, это совершенно потрясающая работа, и я очень рада, что у нас есть возможность сегодня вот благодаря записи этого зума осветить это в диаспорах, вообще объяснить людям, что идет работа и что вообще происходит, потому что одно дело, конечно же, ходить на марши и поддерживать Беларусь и переживать и посылать деньги, а другое дело все-таки делать какую-то более-менее юридическую работу. Так что большое вам спасибо за то, что вы это делаете, и может быть, я сейчас включу все микрофоны, и может быть, наши участники захотят задать вам вопросы, было бы очень здорово. Спасибо, Вера, спасибо большое, что вы освещаете эту тему, очень важно, очень важно для нас, потому что сейчас вы видите лидеры оппозиции и Тихановская, Светлана, и Латушка, Цепкала, они очень большое значение выделяют взаимодействию с диаспорой. Да, поэтому я думаю, что события, которые произошли, вот эти последние выборы, они сделали Беларусь, конечно же, страной, у которой есть народ, потому что долгое время Беларусь была страной, у которой не было народа. Мы жили очень разобщенно, мы друг друга не знали, и все диаспоры за рубежом совершенно не представляли, сколько же беларусов проживают за рубежом. Для меня было открытием то, что за рубежом проживает миллион беларусов. Я всегда думала, что я такая тут одна, а теперь выяснилось, что у нас есть страна, у нас есть народ, у нас есть люди, люди, которые занимают руководящие посты, многие работают в банках, многие работают в самых разнообразных учреждениях, многие работают с правительством, и все они, конечно же, будут делать все, чтобы добиться свободы Беларуси, и чтобы, конечно, наверное, вернуть Конституцию все-таки к 1994 году. Вот видите, вы же лидеры мнений у себя в этих странах. Молодцы. Спасибо вам огромное. Ну, давайте вопросы задавайте, пожалуйста. Я хотел бы вклиниться сразу, добавить, покуда пойдут вопросы, что, в принципе, изначально была такая задумка, что, когда именно наша структуризация утрясется, то есть, только тогда, чтобы не было сливов информации, как говорится, ебатькам, вот, только тогда начать вот эту вот волну, которая пройдет очень быстро объединит всех людей, которые работают в правовом направлении, ну и будем двигаться вперед. Хорошо. То есть, что мне делать, я пытаюсь понять, что мне делать с этим зумом? У меня такое чувство, что я в какой-то очень-очень важной и очень серьезной организации сегодняшнего дня состою. Белорусов, борющихся легитимными методами за свое освобождение. Ты уже являешься модератором нашего проекта. Я модератор вашего проекта. Я этот зум могу выставить в YouTube, как вы на это, или пока поддержать его? Нет, нет, вы должны, конечно, как... Хорошо. Я думаю, конечно. Хорошо. Еще одну секунду. Лучше... Тогда я буду пугать, тогда я становлюсь западным кукловодом и буду пугать всех нашей легитимы. Нет, Вера, если вы предлагаете мне прислать документы, а эти документы основа нашей работы, то эти документы и это видео должны стать достоянием. Конечно, конечно, я сделаю для этого все, так что присылайте, я, наверное, выложу это все в интернет, конечно же, и я думаю, что хорошо было бы эти документы перевести на английский язык, чем я тоже могу заняться, потому что интерес к Беларуси огромный. И не просто потому, что это все-таки достаточно близко к Европе, а еще и потому, что есть белорусы, которые всех заинтересовали, во-первых, своей сплоченностью, во-вторых, своей организованностью, и в-третьих, тем, что это очень милые, культурные, образованные люди. И их ценят на Западе как специалистов, поэтому интерес к Беларуси не пропадает. Вера, еще один момент. То есть, мы, естественно, в скором будущем эти документы обнародуем, но мы должны сделать среди координаторского чата, среди штаба Светланы сначала, чтобы действительно принять решение, что мы можем обнародовать, что мы пока что придержим. Хорошо. Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда я начну с видео, а документы уже есть, они есть в штабе, они есть в электронном пространстве, мы над ними работаем, и я хочу, чтобы все знали, что работа началась, и работа будет идти, и белорусы-зарубежья эту работу поддерживают. Миллион белорусов за рубежом будут бороться за то, чтобы вернуть Конституцию к 94-му году. Чтобы не столько вернуть, сколько стоять на Конституции в 94-м году. То есть, в принципе, каждую вы можете почитать. Я хочу очень важную ремарку сделать. Вы помните, Виктор Бабариков выступил с инициативой о референдуме для того, чтобы вернуть к Конституции. Ее возвращение основ это декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь. Вас не было слышно пару секунд? Скажите, пожалуйста, я хочу сказать, что вот эта инициатива, которая возникает о референдуме по возврату Конституции 94-го года, она несостоятельна, не надо никакие референдумы. у нас есть Конституция законная, которая является продолжением декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь от 27 июля 1990-го года. После пущи ГКЧП 25 августа 1991-го года этой декларации придан статус Конституционного закона. И дальше вот эта политико-правовая система нашей независимости, она вошла в нормы Конституции 94-го года. То, что Лукашенко своими референдумами вносил правки, он это все делал для того, чтобы сконцентрировать власть в своих руках и без каких-либо преград во времени находиться у власти. Но основа нашей независимости это Конституция 94-го года. Поэтому мы стоим никаких референдумов, только Конституция 94-го. То есть из того, что вы сказали, сейчас становится понятно, что у нас есть законодательная база. Конечно. Мы ее не используем просто. Мы ее просто не используем. Не используем и нам не дают ее использовать и вошло в добрую традицию государства ее не использовать. А сама судебная система Белоруссии, она вообще существует или на данный момент ее нет? По той практике, которую мы сейчас наблюдаем, вы видите, что за пытки, за избиения нет никаких уголовных дел. Но есть уголовное дело, допустим, возбуждается, когда женщина срывает маску у ОМОНовца. Вот это идет. По-моему, я нечаянно замьютила. Сейчас, секундочку, кто он мьют. Игоря, я нечаянно замьютила. Так, вы меня все слышите? Да, слышим. Игорь, извините, это что-то произошло. вы с нами вместе? Я просто, вот, один пример. В 2005 году меня вызывали прокуратуру и предупреждали, что в отношении меня могут начать уголовное преследование за клевету и оскорбление президента. Есть такая статья. Хорошо, говорю, пойдемте в суд. вы будете в суде доказывать, что он имеет статус президента, который охраняется уголовным законом. А у меня вот заключение Виктора Гончара. То, что он совершил преступление. Вперед! И вот уже 15 лет в Беларуси не возбуждаются дела по этой статье. Потому что прекрасно знают, что тогда в суде вырядят в качестве доказательства вот это заключение. Хорошо. А можно ли это заключение сейчас тоже где-то предъявлять? Или мы именно его и будем предъявлять? Можем. Мы обязаны. когда у меня допустим идет какое-то там превентивное задержание. У нас же есть такая практика, когда перед акциями тебя задерживают под видом, что якобы там где-то я совершил преступление и тому подобное, чтобы я только не попал, не приехал с Борисовым в Минск на какую-то там допустим акцию. Я там и говорил, что вот эти ваши привлечения, судебный приговор, судебное решение, это как раз этап вот этого длящегося преступления. То есть не я совершил преступление, вы удерживаете, помогаете Лукашенко удерживать власть тем, что вы вот эти протесты гасите, гасите вот этими преступными решениями судебными. Так, ну, поняла. В общем, работы непочатый край, что называется. да, мы только на самом начале большого пути. Хорошо, ну, Игорь, вам большое спасибо. Я сейчас хочу уже выключить камеру, если никто не хочет задавать никаких вопросов больше, потому что мы уже сейчас в эфире, мне кажется, больше зрителей не выдержат в любом случае. Так что, так, ну что, отключаемся? Окей, я вам документы высылаю и вперед. Обязательно, обязательно. Так, стоп рекординг. Все, я на этом договорились про документы, стоп рекординг. Спасибо. Спасибо. Спасибо.